Если соединятся эти две области, многие аспекты в вас будут очищены на это время. Многие аспекты означают, что ваши мысли станут ясными, ваши эмоции не будут оказывать влияние на вас, и у вас будет очень четкое восприятие всего, что происходит вокруг. Йога — это не фитнес. Фитнес — это лишь одно из ее следствий. Самое главное — обрести правильную геометрию жизни. Потому что материальная вселенная — это геометрия. Почему на всех ваших выступлениях, когда вы что-либо рассказываете, вы сидите в определенной позе, снимаете обувь с левой ноги, левая нога поднята к себе, а правая нога стоит на земле. Это ваш стиль или это особо благоприятная поза для сидения? То, что называется хатха-йогой, физические позы — это способ манипуляции своим телом таким образом, что вы обретаете определенное геометрическое совершенство. Геометрия вашего тела сонастраивается с геометрией всего творения, так что вы всегда синхронны, вы никогда не выпадаете. То, насколько вы сбалансированы, как ясно видите вещи, и насколько хорошо вы что-то делаете, зависит только от того, насколько вы синхронизированы со всем, что вас окружает. Будь то люди, деревья, жизнь или просто пространство вокруг вас. Синхронизированы вы с ним или нет? Вот что будет определять плавность и отсутствие проблем в вашем существовании. Итак, я не сижу таким образом все время, только когда говорю. Чтобы объяснить, с этим связано много аспектов. Самый простой на левой пятке есть точка, которую современная медицина называет Ахиллесом. Слышали об этом? Слышали о таком человеке, об Ахиллесе? Фильм, наверное, смотрели? Ты не смотрел фильм? Трое. Не видел? Какой невинный мальчик. Так что вы соединяете Ахиллеса с местом на вашем теле, которое называется Муладара, или промежность. Если соединятся две эти области, многие аспекты в вас будут очищены на это время. Когда я говорю «многие аспекты», это означает, что ваши мысли будут ясными, ваши эмоции не будут оказывать на вас влияние, и у вас будет очень четкое восприятие всего, что происходит вокруг. Вы знаете, что Ахиллес был убит, потому что стрела попала ему в пятку. Но вы не думаете, что если кто-нибудь повредит вашу пятку, вы умрете. Не так ли? Но Ахиллес погиб именно так. И есть еще один человек, который умер таким же образом в Индии, задолго до Ахиллеса. Вчера был его день рождения. Кришнаджан Мастами. Он погиб так же. Это лишь говорит о том, что они были убиты очень умело. Им не просто перерезали горло или раскрыли голову, но попали в такую точку на пятке, что они умерли. Таким образом, в теле человека есть определенная энергетическая система. Если эта точка на вашей пятке соединится с вашей младарой, у вас будет определенный баланс, так что вы не будете принимать чью-либо сторону. Видите ли, у каждого из нас есть собственное мнение. Мировоззрение и так далее. Наш личный жизненный опыт. Ваш жизненный опыт. Вся та информация, которую вы накопили в своем уме, оказывает влияние на ваше восприятие всего, что вы видите. Этот человек вам нравится, этот не нравится. Этого вы любите, этого ненавидите. Все это происходит, потому что вы постоянно занимаете ту или иную позицию по отношению к ним. Но если вы хотите действительно познать жизнь, самое главное — не занимать никаких позиций. Вы готовы смотреть на все свежим взглядом, каждое мгновение своей жизни. Совершенно свежим взглядом. Многим очень сложно это понять. О людях, которые были со мной 30-35 лет, которые каждый день были со мной, работали со мной. Вместе мы сделали очень много. О них у меня до сих пор нет ни единого мнения. Только когда мне нужно, чтобы была выполнена какая-то определенная работа, я могу посмотреть на их компетентность в той или иной области. Но у меня нет ни единого суждения о ком бы то ни было, о тех, кто со мной очень давно. За это время вы бы уже составили свое мнение. Но я нет. Потому что вся суть духовного процесса заключается в том, что мы постоянно смотрим на каждую жизнь как на возможность. Конечно, между возможностью и реальностью есть некоторое расстояние. У кого-то хватит смелости и решимости пройти это расстояние, у кого-то нет. Но каждая жизнь — это возможность. Если вы хотите, чтобы эта возможность была открыта, никогда не делайте никаких суждений о ком бы то ни было. Хороший, плохой, ужасный — не составляйте таких мнений, просто смотрите на них в данный момент, какие они сейчас. Вот и все, что имеет значение. Какими вы были вчера, меня не интересует. Какими вы будете завтра, увидим. Завтра должно быть создано. Оно не должно быть определено сейчас, не так ли? Это определенная геометрия тела. Если вы справитесь с ней как следует, я должен вам сказать. Сейчас на Западе постоянно говорят, что йога — это еще один способ растяжки. Вместо нее можно заниматься пилатесом, боксом, играть в теннис. Если вы просто хотите быть физически здоровыми, начните бегать, лазить по горам, играть в теннис и так далее. Йога — это не фитнес. Фитнес — это лишь одно из ее следствий. Самое главное — обрести правильную геометрию жизни. Потому что материальная Вселенная — это геометрия. Вот сейчас здесь стоит это здание. Как долго оно простоит, упадет ли оно нам на голову сегодня или будет стоять долго, по сути, зависит от того, насколько оно совершенна с точки зрения геометрии. То же самое относится и к телу человека, и к планетарной системе, ко Вселенной. Тоже применимо вообще ко всему. Земля вращается вокруг Солнца не потому, что она привязана к нему канатам, а из-за совершенства геометрии, не так ли? Если произойдет даже небольшое отклонение от этой геометрии, Земля исчезнет навсегда. То же касается и вас. Если вы отклонились от вашей базовой геометрии, с вами будет покончено. Очень важно, чтобы с ранних лет вы делали правильные вещи, которые принесут вам правильное чувство геометрии. Тогда вы будете точно знать, как идти по жизни. Люди, которые считают, что с ними должны происходить только хорошие вещи, явно не приспособлены к жизни. Потому что если вы не знаете, как проходить через трудности с радостью, вы будете избегать всех возможностей, не так ли? Вы лишите себя всех прекрасных возможностей жизни. Просто потому, что хотите избежать небольших трудностей. Только когда вы определенным образом геометрически снастроены со всем остальным, только тогда вы захотите проходить через любые ситуации. Неважно, хорошие они или плохие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok